Привет ребята, давненько у нас не было чего-то реально экстремального, а что если попробовать совместить несовместимое? Да-да друзья, сегодня мы увидим с вами стрельбу из подводного ружья на суше, где еще на ютубе на такое можно посмотреть, на лайфтодай конечно. Сегодня мы с вами испытаем мощь ружья для подводной охоты на резиновых тягах, или как говорят специалисты резинового боя. В этом нам будет помогать наш сегодняшний красавец мистер арбалет. Если вы не поняли, что такое резиновая тяга или резиновый бой, то он сегодня все наглядно покажет и расскажет. Как и любое ружье подводное оснащено предохранителем и спусковым механизмом, гарпун к ружью крепится ниткой или как его называют охотники линь. Еще на гарпуне есть два зацепа для резинки, кстати самое сложное это заряжать такое ружье. Синяки на животе наверное поостаются, а испытывать эту мощь будем на самых разных предметах. Друзья, как думаете гарпун сможет пробить бутылку с водой? Эту кучу арбузов, воздушные шарики накачанные пропаном, бутылку любимой колы, куриную тушку и вот эту симпатичную кокосовую мордашку. А еще подушку, пока я снимаю мой друг Евгений уже дрыхнет, у него на жопе выключатель, как только присядет тут же засыпает. Кстати про пропан, как вы понимаете без огонька сегодня точно не обойдется. Вы усаживайтесь поудобнее, запасайтесь печенюхами, а я обужу Евгения и погнали. Погнали, сначала зарубимся в War Thunder, в самый крутой реалистичный военный экшен, где ты можешь управлять самолетами, танками и огромными такими кораблями. Взбивай истребители и зенитных пулеметов земли, взрывай новейшие танки управляемыми бомбами с неба или уничтожай крейсеры торпедами на воде. War Thunder больше тысячи единиц военной техники и десятки живописных локаций по всему миру. В War Thunder нет полосок здоровья, ты можешь обезвредить танк врага, побив ему гусеницу или потопить и слуни с метким выстрелом в боекомплект. Продвинутая разрушаемость позволит тебе снести избушку Абрамсом и неожиданно обойти врага, проломив бетонную стену. Несмотря на топовую графику, игра отлично оптимизирована и пойдет даже на не очень мощном ноутбуке. Ребята, War Thunder можно скачать абсолютно бесплатно по ссылке в описании, еще и получить крутые бонусы в описании. Первым на нашу мушку попала тушка курицы. Эта мадам очень интеллигентная, мы решили исполнить ее последнее желание и поправили воротничок, чтобы красотка лучше смотрелась в кадре. Здесь главная выдержка, ведь нужно очень хорошо прицелиться, чтобы попасть точно в цель. Упс, это наверное было не очень тактично с нашей стороны. Гарпун попал прям в самое деликатное место, в ту самую пятую точку, ну если вы понимаете о чем я. Да че тут понимать, вы на видео и сами заметили какие мы снайперы. А еще наша мадам свалилась с пьедестала. Возвращаем ее на место и поправим, только на этот раз будем стрелять в пупок. Напряженный момент. О да, горпун прошел просто на вылет, как будто и не заметил курочку на своем пути. Эта штука реально мощная. Надеюсь, куриное семейство не в обиде на нас, это же все во имя эксперимента. Вот такая баклажка с водой является нашей следующей целью. Заодно проверим, насколько хорошо пластик держит удар. Ооо, такое нам нравится. Гарпун прошел насквозь, будто томаты баклажки не было. Вот она мощь подводного ружья. Раз уж заговорили про жидкость, то мы не могли представить наш выпуск без следующего гостя. К вашему вниманию бутылочка колы. Уже наверное есть список самых неотъемлемых предметов, которые мы испытываем почти всегда. Кока-кола точно входит туда. Кстати, взяли колу без сахара. Лишней калории нам ни к чему, толстеть мы не собираемся. Хотя я сомневаюсь, что там реально нет сахара. Итак, выстрел. Нашу беднягу полностью унесло из кадра. По сравнению с прошлой бутылкой и кола, просто как пылинка. Без сомнения, Гарпун прошел насквозь. Такая цель была слишком легкой для этого парня. Теперь мы точно не поправимся, пить-то нечего. Спасибо тебе, Гарпун. Вот он, нестандартный подход. Дальше будет самое интересное. Самый сок, как говорится. Ну, точнее не сок, а пропан. Сейчас будем пробивать шарики, которые накачаем пропаном для эффектности взрыва. Вы бы знали, сколько времени мы потратили, чтобы замотать эту нить для шариков, надуть их пропаном. Задачка не из легких ребят, а постараться нужно сильно. Самое классное, что все тушняк вывешали на прищепке. На этом мы не остановились и решили добавить в эксперимент стрелу с факелом. С этой штукой огня и взрыва будет еще больше. Так что можете заранее ставить лайк. Кстати, ребята, смотрите, какая у нас образовалась съемочная площадка. Вон куча арбузов, потом баллон с газом стоит себе, шарики на нитке на прищепке висят, сохнут. Лучше их не трогать, мало ли рванет. Даже подушка висит на дереве, как она туда попала, хызы. Но главная фишка, это офигевшие рыбаки на противоположном берегу. Они явно оценили все это действие, только вживую. Итак, стрела с факелом готова. Надеюсь, вы тоже готовы. Стрела с огнем потухла в воздухе во время полета, что нас сначала очень сильно огорчило, ведь идея-то реально классная, терять ее не хотели. Поэтому огонь будет гореть под шариками, а выстрел спровоцирует высвобождение газа, который находится в шариках. Вот это я понимаю, экшен, Голливуд. Да какой там Голливуд, у нас же явно круче. Хе-хе. На самом деле, это так, репетиция. Скоро у нас такой экшен будет. Так что не забывайте подписываться на канал. Ребята, помните подушку на дереве, от которой все рыбаки офигевали? Давайте-ка на ней и продолжим наш эксперимент. Сейчас мы узнаем, насколько хорошо великий и ужасный гарпун справится с безобидной подушкой. Мне самому было очень интересно. Наша мягонькая цель готова. Стреляем. Вот тогда подводное ружье не смогло справиться с этим мешочком из перьев. Так не пойдет, этого не может быть. Подумали мы и решили еще раз пробовать. Неужели гарпун не одолеет подушку? Целимся и стреляем. Такого исхода изначально не ожидали даже мы. Кто знает в чем причина? Может гарпун слабый, либо подушка плотная? Сейчас будем отыгрываться. Как-то слишком буквально мы восприняли слово отыгрываться и начали реально играть. Только не с гарпуном пока что, а с этим невинным кокосиком. Так сказать, вспомнили свое футбольное прошлое. Ну а чего, детство в каком-то проявлении осталось в каждом из нас, согласны? Вот и мы с этим согласны. Так, вспомнили зачем тут сегодня собрались и отправляем кокос на казнь. Прикол в том, что кокос зараза маленький и попасть точно в середину не так просто. Стреляли, стреляли в него, целили, снова стреляли. И каждый раз гарпун проходил по касательной с этим волосатым орехом. Но зато ребята открыли новый лайфхак, как почистить кокос нестандартным образом. Вот смотрите на наш результат. Идеально почищенный кокос. Вся скорлупа раскололась и отвалилась под градом выстрелов. Берите на заметку, как-нибудь удивите своих друзей. Уже, наверное, заждался в своей очереди арбуз. Что мы с ним только не делали. И вот еще одно испытание. Надеюсь, он его успешно пройдет. Какое видео с подводным ружьем без подводной стрельбы? Вот и мы так подумали и решили испытать наше ружье в привычной среде обитания. Бросаем нашу ягоду в воду, ныряем и целимся. Есть! Прям в яблочко! В арбузик в смысле. Горпун проходит просто на вылет. Это радует. Не потерять бы нашу стрелу. Кстати, забыл показать. Наконечник гарпуна скручивается для удобства извлечения жертвы. Где еще это показывать, как не под водой? Пришло время проверить на суше. Стрелять по одному арбузу смысла нет, поэтому выставляем в ряд сразу 5 штук. Как думаете, ребята, прострелит гарпун эту компанию? Сейчас узнаем. Гарпун прошел поверху арбузов и остановился четко на пятом. Причем с пятого наконечник даже не выглянул. Как мы угадали с количеством. Правда, мой внутренний перфекционизм негодует. Хотелось бы, чтобы гарпун прошел по центру. Но если посмотреть с другой стороны, то выйдет отличный лайфхак. Смотрите, готовая гантель. А еще таким способом можно переносить арбузы. Удобно в принципе. Попробуем прицелиться получше и стреляем. Оу, гарпун даже вылез из пятого арбуза. Это при том, что на этот раз прошел по центру. Казалось бы, сопротивления должно быть больше. Что ж, ребята, не сопротивляйтесь и ставьте лайки. А если оценили наши старания, делитесь видосиком с друганами. И не забывайте про колокольчик. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...